что мы имеем две вмятины простую и сложную почему потому что это расположено на плоскости на таком простом месте а это на кантике то есть кантик будет ее держать намертво как минимум посажу эту шишку безобразную и приподниму кантик вытащу его тут будет практически по нулям если вдруг никакого косяка не напарю от него мы избавимся начнем вот с нее сначала греем металл вокруг мятины и саму мятину нет точнее сначала тщательно протираем и обезжириваем ремонтную зону теперь прогреваем греем максимально главное конечно не сжечь краску так чем элемент будет более горячий тем лучше берем гладилку она должна быть идеально гладкая отполированная у меня это мастерок обычный гладилка еще пока не купил себе принципе мастерок тоже прекрасно справляется с соли гладилки молоток средней тяжести и погнали аккуратно не торопясь и плашмя только плашмя ни в коем случае не ребром прижмете один раз ребром стукните и все останется борозда которую вы сможете удалить в идеале конечно чтобы постоянно был элемент горячим для этого делается такой суппорт для фена и фен дует все время на элемент никак я себе его не сконструирую вещь очень полезная потому что железо когда горячий как пластилин но физика более податливая на холодную ни в коем случае нельзя верный способ испортить все дело постоянно протирайте потому что песчинки соринки попадают под гладилку и царапают лак зачем нам лишние повреждения лкп железо очень податливое поэтому справимся без труда не надо стараться с одного удара выровнять несколько заходов ну вот что у нас осталось от вмятины видите сейчас мы поднимем вот это место грибком и все ее практически уже не видно так вот тут перелил в это выровняем без проблем теперь перейдем к самому сложному к шишке над кантиком греем главное не пережечь элемент должен быть максимально горячим ну конечно же ни в коем случае не сожгите лак и краску право на ошибки нет если малярки можно перешпаклевать перегрунтовать перекрасить то тут не так что-то сделал и все пошел шпаклевать давайте красить ни в коем случае не стучите на холодную непременно согревайте металл иначе ничего у вас не получится и и и и и и и и и вот что у нас получилось шишку посадили я не стал ее до конца забивать потому что это чревато над колом краски сейчас приподниму эту вот вмятину и после этого попробую еще отбойником немного доработать ее тут тоже будет грибок раз два обезжириваем поверхность и грибок сюда падет средний грибок очень важно выбрать правильный грибок даем клею застыть у меня есть два молотка мощный тяжелый и легкий начнем с легкого так уже лучше вот и все это вмятины уже практически не существует вот где она ну если сильно придираться вот здесь нужно шагрень почистить не знаю видно будет или нет ну вот тут перелив небольшой вот здесь и здесь ну как бы можно оставить лезть до крючком пытаться дожимать сделать надколы все испортить кому это нужно так крыло уже практически детственно ровное осталось приподнять кантик это будет конечно намного сложнее вот тут я не заметил залом а он держит вмятину такие заломы нужно обязательно распрямлять потому что пока он тут есть сюда отдается напряжение и вмятина не будет вытягиваться берем небольшой молоток и усаживаем на место тем самым снимаем напряжение скантника теперь должно отпустить всегда лучше довести максимально мятину клеем и только потом уже тянуть точнее давить с помощью крючков вот тут тоже мятина сейчас я ее приподниму здесь нам нужен овальный грибок вот такой средний овальный будьте осторожны с клеем он очень горячий я себе по моему ноготь повредил только что никогда не надо торопиться когда клей мягкий он отлетает попробую лифтером но не думаю что получится потому что клей у меня ударный а не растягивающийся да лифтер тоже помог между прочим зря я на него грешил здесь нужен синий клей а у меня клей прозрачный в этом вся проблема переходим на грибок меньшего диаметра потому что мятина уменьшилась тут и переборщил но это не проблема сейчас усажу водилкой смотреть что получилось была вмятина стал бугорок шишка сейчас посажу на место и поэтому говорю лучше два-три раза попробовать чем за один раз запороть не проблема у пыжа железо податливое поэтому посадим на место а вот если это был бы глазастый с таким с такой шишкой я бы намучился этот пластилин железо очень тонкая все инструменты пдр железы должны быть отполированы абсолютно все ни в коем случае нельзя работать ржавыми грязными инструментами по сделаем последний рывок Ну, в принципе, я подозревал, что, точнее, не подозревал, а был уверен, что мятенько на кантике до конца не выйдет. Ну, как бы, то, что было и то, что есть, вы, наверное, согласитесь, небо и земля. Даже отбойником не надо работать. Шагрень на месте стоит, только вот здесь. Ну, в принципе, не видно, вообще не видно ее. Сейчас еще раз дерну. Эту вот вмятину. Покажу, что осталось от нее. Вот такая вот картина. Ну, думаю, как будет настроение, снимем подкрыльник и выдавлю ее тоже. Там работа на две минуты. Два раза точно нажать, и все. Этого зайчика не останется и в помине. А в целом вот так вот. Тут еще можно будет чуть посадить. Ну, это уже после того, как вмятину достану. Там металл расслабится. Я его чуть-чуть присажу. Сейчас не взялись отбойником. Если начну стучать, наделаю таких микро вмятинок стрёмных. И в них будет переливаться очень сильно свет. Так вот, видите, уже, в принципе, можно даже так оставить. То есть час работы и 100 сэкономленных убитых енота. Нормально, я доволен. Не поленюсь, наверное, все-таки. Сниму подкрыльник и выдавлю. Потому что крыло-то нормальное, ровненькое. Главная цель достигнута. Сейчас заполирую. И на сегодня все. Вот что получилось в итоге. ПДР рулит.